А ты давай танцуй, поет украинский певец и хореограф Монатик. Не надо стесняться, поддерживает его другой популярный исполнитель Иван Дорн. Танцы – столь многогранное понятие, что говорить про них можно бесконечно. Или петь. Ученые полагают, что танцы – древнейшее искусство в истории человечества. Люди сначала освоили язык тела, а уж после появилась речь. Часто слова «танец» и «пляска» считают синонимами, но это ошибочное мнение. В большинстве танцев все движения продуманы, спланированы и отрепетированы. А в «пляске» участники импровизируют, придумывая движения в моменте. Получается, плясать умеет каждый, а вот танцевать… Новосибирская академия танца «ТАДА» за годы в существовании успела вырастить не одно поколение талантливых танцоров. У нас несколько групп, они возрастные. То есть у нас где-то 6-8 лет репетишки, потом идут постаршие от 14 до 18. И старшая группа – это вот наша, в которой я стою. В основном у нас идет современная танца – джаз-фанк, хай-хиллз, джаз. Но мы не ограничены только ими. То есть у нас есть и другие направления. Создатель академии – популярный российский хореограф, танцор Алекс Балаш. Алекс родился и вырос в Новосибирске. Первые танцевальные шаги, а точнее па, он делал в родном городе в студиалы Духовой Тодес. За 20 лет карьеры Алекс становится известен во всем мире. Америка, Сингапур, Гонконг успевает поработать со звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса, в числе которых певицы Валерия, Слава Юлия Волкова и гимнастка Юлия Синицына. Студенты танцевальной академии Балаша нередко отправляются на гастроли за границу. Сам Алекс сейчас в Берлине готовится к масштабному круизу ребят. В ближайшее время коллектив отправится в круиз по Италии и Германии. Мы собираемся на круиз. Это будет, я так понимаю, отплыв из Италии, то есть по Италии, контракт на 3 месяца. Репетиционный период у нас начнется с февраля, то есть мы поедем в Москву, насколько я понимаю, и там месяц будем отрабатывать шоу, которые уже поставлены, которые, в принципе, они уже танцевали. Ну, скажем, мы танцевали уже, это бизар-шоу. Тренировки проходят с утра практически и до середины дня, можно сказать, даже до вечера бывает. Это каждый день, ну там два выходных максимума может быть. Искусство танца – это не просто умение двигаться в такт музыки. У танцоров должна быть прекрасная физическая подготовка. На моей практике были люди, которые танцуют по 37-42 даже, и они танцуют в разной стиле. Более старший возраст обычно выбирает что-то помедленнее. Вот, например, контемп, модерн. Так можно ли научиться танцевать, если тебе уже третий десяток? Ну что, праздновала вы в танцах, я услышать, конечно, не мечтаю, но вот пару движений выучить с ребятами, в принципе, готовы. Попробуем? Конечно. Да. Готовы? Поехали. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова